Девушки отдыхают 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 конечно шока, но вместе с тем... Выброс адреналина, да? Ну, не настолько, чтобы я уже там танцевал, потому что я ни с кем не спорил, но тем не менее, конечно, это очень такая одиозная фигура в политическом олимпе. Посмотрим, да, Андрей Дмитриев. Ну, для меня победа Трампа, это в первую очередь еще одно доказательство в пользу того, что очень сильно мир меняется, меняется общество, и Беларусь должна тоже меняться, и, безусловно, такой еще один хороший сигнал для нас тоже. Мы должны меняться, чтобы быть успешными, мы должны меняться, чтобы быть в русле всех этих новых трендов. Не могу не спросить у Вячеслава. Вячеслав, за кого ты болел? Ну, не голосовал, чуть не сказал, болел. Ну, скажем так, я из принципа не отдаю своей симпатии и антипатии лидерам иностранных государств. Это их дело, кого избирать. Но, скажем так, следил, естественно, с профессиональным интересом, и я всегда очень рад, когда в политику на высокие посты идут неординарные экстравагантные люди. Это всегда интересно, у этого всегда огромные интересные последствия. Уверен, что будет и в этот раз именно так. Я тоже, в общем-то, за Трампа болел. Если уже Клинт Ислут, за Трампа куда уж нам тут деться. Ну, а чего от него ожидать, один бог знает. Будем сегодня это обсуждать. Приглашаем в студию политических аналитиков Павла Потопейко и Юрия Царика. Павел, я знаю, что вы следите за выборами США. Не только там. У вас целая таблица есть. Что произошло? Сенсация? Почему никто не мог предсказать? Ну, вы знаете, в первую очередь скажу, что, конечно, шла массовая атака в пользу Клинтон со стороны американских средств массовой информации, потому что большинство из них фактически потворствовало, конечно, так сказать, именно такой, я скажу прямо, либерастической, да, вот как бы, применяя этот термин, это сейчас уже законный термин, либерасты, либерастической линии, которая, собственно говоря, не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов Америки. И это надо понимать. Что касается, значит, вот этой всей пропаганды, вот вы знаете, мне даже попались очень интересные исследования, опросы работников Пентагона, Пентагона, то есть Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, которые говорили, что их подтолкнуло проголосовать за Трампа в итоге. Было ощущение... А они проголосовали за Трампа? Да. Ну, не все, конечно, имею в виду, что... Пентагон за Трампа? Ну, не все, нет, но большинство да, большинство да. Галливуд против, Пентагон за? Пентагон фактически никто не ожидал, потому что были опросы, что якобы у него рейтинг среди сотрудников Министерства обороны такой же, как у либертарианца Гэри Джонсона, то есть был момент такой, маразматический совершенно, а выяснилось, что... Ну, вот люди говорили, я проголосовал за Трампа в последний момент потому, что выглядело, что уже все решили медиа и вот эти... То есть это был такой протест против этой навязчивой волны, да, Юрий Юрьевич? В том числе. Большинство социологов, политологов, журналистов не угадали. Все-таки никто не мог предсказать победу Трампа, все говорили Клинтон однозначно, все к этому готовились. Многие все-таки предсказывали победу Трампа, как водится, есть разные точки зрения в экспертном сообществе, но в целом ситуация эта была довольно ожидаемая, вот, например, наш центр избегал делать официальные прогнозы, потому что в итоге выборы в США были структурированы так же, как голосование по Брекситу или по Британии. То есть вы не рисковали предсказывать эти выборы? Нет, потому что с одной стороны, да, было понятно, что истеблишмент поддерживает в основном Клинтон, но с другой стороны было понятно, что структурирование выборов, истеблишмент против простого народа, хотя понятно, что Трамп не простой народ, но он позиционировал себя как кандидат, якобы выражающий интересы простых людей. Это, скажем так, тот вариант структурирования избирательного поля, который очень чреват для элит. Как правило, чреват поражением элит. Вы не делали ставку ни на одного из кандидатов. Но дело в том, что вот мы готовились к программе и нашли вашу статью о 29 декабря прошлого года, прогноз на 2016 год, хороших новостей нет. У нас даже, по-моему, режиссеры помогут есть слайды, да, вот могут телезрители видеть. Вот в декабре 2015 года вы с вероятностью большой предсказывали победу Хиллари Клинтона. Там еще целый ряд предсказаний, я напомню. В частности, речь шла о том, что баррель нефти будет стоить в этом году 20-30 долларов. Мы знаем, гораздо выше цена. О том, что рубль российский будет по отношению к доллару где-то 90-100 рублей. Мы знаем, что сейчас 65. И вы же предсказали дестабилизацию в Центральной Азии, в частности в Таджикистане, Туркменистане. То, что ИГИЛ будет наступать в Сирии. Мы знаем, что отбили Пальмиру, идет наступление в Алеппо, подошли к Раке. В общем-то, ничего из предсказаний декабря 2015 года не сбылось. Может быть, все-таки политическим аналитикам лучше говорить вслед за Сократом, я знаю, что я ничего не знаю, чтобы людей не вводить по-белорусски кажучий узман, чем каждый раз пытаться попасть пальцем в небо. Я думаю, что политические аналитики всегда делают вероятностные прогнозы. Прогнозы вообще вещь неблагодарная. Но те прогнозы, которые они делают, всегда являются вероятностными. Ну, я мог бы назвать пару десятков прогнозов, которые сбылись, которые мы сделали в 2015 году. Просто мир очень сильно, я вот хочу здесь сказать, мир очень сильно изменяется. Раньше казалось, что можно предугадать события на десятки лет вперед. Все так, знаете, развивалось, понятно, по каким-то понятным законам. И показалось очень многим, в первую очередь элитам, показалось, что все предсказуемо. Что ты сделал А, Б, С, и вот тебе раз президент. По накатанной модели. И теперь мы видим, начиная где-то с 2014 года, мы видим, что мир изменился так, что даже предсказания на три месяца уже нереальны. Потому что слишком много обстоятельств, которые мы просто не можем учитывать. А зачем эти предсказания постоянно публикуются, опросы, для того, чтобы повлиять на людей? Да, Павел. Повлиять, это просто работа. Очень важный момент. Вот, например, есть такой замечательный ресурс, Ипсос Реутер. Знаете, чем они занимались все это время? Я просто следил за всеми опросами полностью по штатам. Я только англоязычные смотрю. Трамп 39%, хоть трава не расти, 39% он не шел. Когда я вижу теперь, ну я слежу за следующими, там в Австрии выборы, да, сейчас президент Хофер, там во Франции в следующем году весной, и так далее. В Германии, в Нидерландах 15 марта выборы. Ну много где выборы. Когда я вижу Ипсос Реутерс, у меня кривая. То есть все наоборот? Ребята не умеют работать, это пропагандистский ресурс, который занимается чертовщиной. На самом деле никто не ставил на Трампа, как на настоящего политика. Хотя он не является настоящим политикой, он не политикой. Хотя в 2003 интервью 2004 года, когда брали у Трампа, он сказал, я бы выставил свою кандидатуру на пост президента при условии, что я подготовился, потому что я не привык проигрывать. И люди все считают, что... Он победитель такой, да. Он победитель. У него по жизни не было проигрышных вариантов. Не потому что он счастливчик, потому что он, во-первых, трудоголик. Во-вторых, у него есть армия, такие же активных людей, как сам. Я думаю, что все-таки общество становится более сложным в любой стране. И, конечно, это вызов элитии, вызов тем же политическим технологиям и так далее. Больше, глубже смотреть. Социологические исследования тоже должны учитывать и мнения по возрастам. Понятно, что за и в Брексит, например, и за Брексит, и за Трампа проголосовало более пожилое поколение, которое хочет вернуть мир, свою страну в прошлое, достаточно благополучное. А может ли оно это сделать? Может, это ностальгия? Это, как говорят, некоторые протесты против эстеблишмента. Смотрите, голосование по соглашению об ассоциации с Украиной в Нидерландах, знаменитый Брексит, сейчас победа Трампа, выборы, которые прошли в Болгарии, предсказания на предстоящие выборы в других европейских странах. Некоторые говорят, что простые люди, вот это большинство, им надоело вот эта навязчивая идеология небольшого правящего меньшинства. Ведь статистами они высказались, и высказались действительно не так, как ожидали масс-медиа. И это говорит, что эстеблишмент часто отрывается от простого населения. Я думаю, все намного-намного проще. Возьмите любую свадьбу, на свадьбе голосуют за мальчика или за девочку. 90% за мальчика голосуют. Потому что это, если бы это было Сан-Марина или какая-нибудь там Сан-Талючия, страна маленькая, там женщина может быть. Во многих странах женщины министры обороны. Но Америку возглавляет только мужчина. Кстати, Евгений Крыжановский отметил это. И один из немногих политиков, который предсказал победу Трампа еще в сентябре 2016 года, был Александр Лукашенко. Причем без всяких обойняков. Абсолютно уверен. Он сказал дословно, что американцы не готовы к тому, чтобы президентом стала женщина. И Трамп показывает неплохие результаты сейчас. И скорее всего он станет президентом. Мне, кстати, кажется, что у двух этих политиков масса общего. Они утром чувствуют, что нужно людям. За Клинтона. Вернее, за Клинтона. А вас пока еще рано. Кстати, дамы и господа, важный момент. Значит, почему ощущение, что проголосовали большинство за Клинтон? Объясняю. Потому что большинство и проголосовали. Нет, система в том, что голосуют так, что штат, который так демократический, возьми ты там 50% или 70%, все равно ты получишь 55 выборщиков. Это Калифорния. В Калифорнии дикая поддержка Клинтона. Дамы и господа, более того, значит, в этот раз, значит, впервые в истории США в одном штате на сенатских выборах, а ведь хочу напомнить, что кроме президентской были сенатские и выборы в Палату представителей, и еще и губернатора. Так вот, впервые в Калифорнии боролись две женщины и обе демократки. Камала Харрис и Лоретта Санчес. О чем это говорит? Говорит о том, что Калифорния это оплот вот этих вот товарищей. Оплот демократического этого либерализма. Гораздо важнее, что вот, что показали эти итоги. Вот вы, Вадим, говорили там, большинство, да, но на самом деле в политику, по всему миру возвращается человек, который работает, платит налоги, и который, наконец, сказал, послушайте, я за все плачу, я имею право решать. Кто платит, тот и танцует девушку. Старая наша поговорка. Потому что до этого это были самые исправные люди. То есть вы делаете ставку на богатых людей, деньги решают все, кто покупает избирателя, кто-то покупает. Вадим, Вадим, не на богатых, а на тех, кто работает каждый день и платит налоги. За всю историю. Он сейчас 156 класс состоял из 90-х. На самом деле люди просто, американцы, банальные, обычные граждане, они устали от того, что они учителя всего мира. Вы посмотрите. Либеральная демократия. Политики забыли про свою страну. Решили, все, мы старенькая старушка демократия, все по накатанным, все очень хорошо. Мы будем учить и навязывать демократию на Ближнем Востоке, в других странах, везде-везде. Они оторвались от жизни. А Трамп пришел и сказал, ребята, у нас полно проблем внутри страны. Он делал ставку на инфраструктуру, он делал ставку на дороги, на миграцию, на рабочие места. Работа с Сенатом, рабочие места. Он сделал ставку на страну, понимаете, которая находится внутри, а не где-то во внешнем государстве. И более того, он сказал, нам незачем тратить такие колоссальные средства избирателей, которые идут неизвестно на что. На НАТО, на насилие. Это понятно. И он за счет этого выиграл. Люди его поддержали, они услышали то, чего они хотели услышать. Мы говорили, что республиканцы всегда стремились к большей концентрации внимания на внутренние проблемы. Это было и раньше. И так далее. Поэтому здесь какого-то такой революционного Трамп ничего не предложил. Кстати, интересно, вот здесь, сейчас мы продолжим. Мне пришла в голову мысль, Вячеслав, давай проведем эксперимент. Как студии? За кого наша студия все-таки голосует? Ну давайте посмотрим. За Трампа или за Клинтона? Ну так, ну давайте. Кнопочка «За». Две кнопки у нас в пультах. Первая кнопка «За» — это будет Клинтон по алфавиту. Вторая кнопочка — это будет Трамп. Даем вам сколько? Пять секунд обычно мы даем на голосование в студии. Внимание, первая кнопка «Клинтон», вторая кнопка «Трамп». Голосование началось. Пошли. Так, ну-ка. Это вторая кнопка. Вторая кнопка, да, где-то 65-67 процентов побеждает Трамп. Я ничего здесь не нарушил? За Трампа голосовали? Ну вот наша студия проголосовала за Дональда Трампа все-таки. Но за победителя голосовать всегда проще и приятно. Ну да, интересный тоже момент. Я представляю, Вадим, сейчас Трамп смотрит нашу передачу и думает, боже мой. Все для него, все для него. Молодцы, белорусы. Имидж Трампа, который, с которым он вышел на выборы, довольно серьезно отличается от того, какую реально политику он собирается проводить, потому что в его переходную команду вошло много корпоративных лоббистов. Следующий момент. Команда Трампа, будем об этом говорить, но смотрите, я бы хотел еще к этим выборам вернуться. Самый богатый кандидат, президент уж точно, нет, может быть, кандидат не самый, но президент точно самый богатый. И за него проголосовал рабочий класс. Ну парадокс. Вся ленинская концепция, получается, летит в тартарары. Миллиардер представляет интересы рабочего класса, разорившихся шахтеров, закрытых промышленных предприятий. Почему так? А я думаю, потому что этот миллиардер вышел из самых низов. Ведь если взять его биографию, это оба кандидат. Просто успех, люди, понимаете, которые каждый день работают и добиваются успеха своим потом, они проголосовали за успешного человека. Воплощение американской мечты. Потому что они хотят говорить успешный, успешный мир. Вот идеология американской мечты. Можно я процитирую, честно говоря? Это человек, который умел и умеет разговаривать на одном языке с обычным классом. Тоже добавить, дело в том, что в повестку дня он внес многие вопросы, которые толерантная элита не хочет обсуждать. Это миграция и так далее. То же самое в Германии, тоже в Великобритании. То есть они обходят, потому что они не знают, с чем... Конец политкорректности. Да, конец, ну я бы не сказал, что это конец политкорректности, но в повестку дня актуальные вопросы для населения не опасны для элиты. Я хотел добавить, именно вот ровно то, что вы сказали, Виктор Геннадьевич. Значит, в свое время Барбара Микульски, уходящая вот в январе сенатор от Мэри Ленда, стала звездой в свое время. Такая скромная польского происхождения дама, она произнесла потрясающую речь, которая звучит актуально и сегодня. И Трамп, по сути дела, продолжатель этой линии. Коренной американец, ну не индейцы имеют в виду, коренной, она сказала не нейтив, она сказала эстнический американец, белый мужчина, уже трясет его от ярости, что его интересы никто не учитывает. И Трамп представляет этих людей. Да, обчаливое большинство. Посмотрите, сколько процентов, давайте, сколько процентов темнокожих? 12. Я прошу прощения. Не будем вдаваться в расизм. Есть вопросы Евгения Олейника, газета «Аргументы фактов в Беларуси». Ну я бы хотел заметить, что вот вы говорите о простом народе. Простой народ как раз, на мой взгляд, голосовал, голосуя за Трампа, за республиканцев, он голосовал как раз за демократию. Потому что Америка вообще удивительная страна. То, что они называют демократией, по сути, давно превратилось в империю. Потому что мы видим, там было поколение Буша, там было поколение, могло бы стать поколение Клинтонов, да, уже после Беларуси. Сейчас, говорят, дочь идет в политику Челси. Совершенно верно. А это, по сути, уже и есть империя. Это, по сути, сменяемость поколений людей, которые находятся в власти. Так вот, люди проголосовали прежде всего против этого. Ну а дальше, конечно, плюс за все эти бонусы, которые обещал Дональд Трамп. То есть это протестное голосование? Совершенно верно. Трамп победил не поэтому. Трамп победил, Трамп наврал меньше голосов, чем на предыдущих выборах Мит Ромни, и чем на предыдущих выборах Маккейн. Даже сенатор Маккейн. Трамп победил потому, что демократы потеряли голоса. Потеряли Пенсильванию, потеряли Мичиган, именно потому, что Хиллари была слабой кандидатом. Писали еще в 15-м году. Нет, они потеряли Флориду, они потеряли Северную Каролину, ключевые штаты они потеряли. Именно их избиратели разочаровались в демократах. То есть вопрос не в том, что кто-то там ошеломляющим образом поддержал Трампа. Вопрос в том, что избиратели демократов в ряде штатов очень серьезно разочаровались в демократах. Но об этом говорили, что голосуют из двух зол, выбирают меньше. Вот Павел Потопенко не согласен. Не согласен полностью. Значит, дело в том, что там баш на баш распределились голоса. Более того, весь вопрос-то как раз и стоял, почему невозможно было предсказать это все. Непонятно было, как проголосуют Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида, Мичигана. Не определившиеся штаты. Колоссальная вещь, да, 10 штатов таких было. Там шло баш на баш. Зависело от таких, знаете, вещей, как явка избирателей после МИС. Хорошо, Павел, а может это все игра? Вот посмотрите, почувствовали вот эти закулисные игроки американские, что народа тошнит от этого истеблишмента, от этого Вашингтонского Олимпа. И чтобы направить протестное настроение в управляемое русло, ведь кто такой Трамп? Он представитель того же истеблишмента, который там находится больше 40 лет. Он давал деньги 20 лет. Они просто запустили его. Вспомните, когда было колоссальное разочарование в Буше. И пришел первый чернокожий президент Обама. И что он сказал? Мы это можем изменить. И сейчас пришел миллиардер Трамп. Не какой-то там марксист, не какой-то коммунист, а миллиардер Трамп, который вроде бы выпал на волне протестных. Это может быть такое? Это может быть такое. Более того, скажу, закулисные все эти вещи сейчас колоссально обсуждаются в Америке. Вот просто залезьте в интернет, на американские сайты. Да мы оттуда не вылазим, Павел. Страшное дело. Теория заговоров, знаете, это такая теория, которой можно объяснить все, но у которой никогда нету достаточных доказательств. Да. Это и есть суть демократии. Правильно. Понимаете? Это как бы суть демократии. То есть заговор это суть демократии. Демократия это заговор. Суть демократии в том, что когда люди разочаровываются, они выбирают другую элиту. Я хочу сказать, что нельзя рассматривать победу Трампа. Какая другая элита? Он часть элиты всю свою жизнь, Андрей. Вадим, нельзя рассматривать победу Трампа не в контексте того, что происходило, например, последние, ну, уже 3-4 года. А вот почему-то все забыли, что рядом с нами страна Польша, где никому неизвестный Дуда, да, победил респектабельного Комаровского, где все говорили, что все, Комаровский президент, это даже невозможно. И вдруг раз мы видим, победил Дуда. Идет новый совершенно на подтренд политики. На новой волне завершаем эту часть. Вячеслав, как реагировала аудитория? Спасибо огромное экспертам за интересную дискуссию. В лидерах у нас Виктор Шадурский, 86 из 100 наших зрителей. Оценили ваше высказывание о усталости людей. И, в общем-то, о том же самом, но иными словами, Дмитрий Шевцов, 85 из 100 наших зрителей, о том, что люди устали от разбазаривания, условно говоря, американских средств. А в следующей части программы мы узнаем, чего же ждать от новой команды Дональда Трампа. Это такшоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ. Сегодня мы продолжаем обсуждать ход и итоги президентских выборов в США, как это влияет на нас. У нас проходит телефонное голосование. Сегодня мы спрашиваем у вас, как вы восприняли победу Дональда Трампа. Воодушевленно или же настороженно? Телефоны на ваших экранах. Пожалуйста, голосуйте. Итоги подведем в финале программы. Ну, а накануне наши корреспонденты провели опрос на улицах белорусских городов. Следили ли наши сограждане за ходом избирательной кампании в США? Давайте посмотрим, что отвечали люди. Не то чтобы следила, но новости читала ВКонтакте. То есть на пары хожу, узнаю что-то из этого. Ну, узнаю, кто победил. Было очень интересно. Мне не понравилась грязь, которая вливалась кандидатами друг на друга. Нет, не следили, но знаю, что выиграл Трамп. Я собираюсь ехать в Америку, поэтому мне было интересно, что происходит в Америке, кого выбрали. Ну, это как бы не относится к нашей стране, поэтому мне не было интересно. Это перепалка между двумя людьми, это какое-то скандальное выворачивание всего очень непорядочное. Это некрасиво. Мы не следили, на самом деле. Ну, так, вы знаете, в Инстаграме посмотрим, кто больше, честно говоря, юмор интересовал. Мне интересно было, победит претендент, который желает сотрудничества с Россией, или тот, который категорически настроен против России. Я люблю смотреть сериалы, и вместо сериалов я начал смотреть выборы. Ну, я увидела только цирк там, и все, больше ничего. Я решила, что это их дело, в принципе, и сами разберутся. Вот такие ответы, скандалы, юмор, геополитика. Но, в принципе, это их дело. А мы приглашаем в студию для участия в нашей дискуссии Жанну Романовскую и Джона Росмана. Джон – американец, который приехал и живет в Белоруссии, и вы уже на выборах не голосуете, да, насколько я понимаю, Джон? Нет, не голосую. Но когда-то голосовали, в молодости. Да. Ну и как вы вообще относитесь к избирательной системе? Мы в первой части бурно обсуждали, дискуссии сейчас на эту тему идут везде. Как вы, как бывший американский гражданин, воспринимаете эти выборы? Ну, конечно, это шок и сюрприз. И сначала был, вот я родился и жил в Нью-Йорке, и Нью-Йорк очень рассчитывал на Криттен. И Трамп, для них это кошмар. И я частично… Говорят даже «трампокалипсис» для либералов. Да, и это частично потому, что его позиции по поводу экологии очень неправильные. Он считает, что не надо альтернативных источников. И он собирается уходить из Парижского соглашения по изменению климата. И это очень такой неправильный подход. И есть еще такой момент, что в Америке оружие, стреляющие, ну, очень серьезные военные оружия… Огнестрельное оружие, да? Да, можно купить легко. И Клинтон собрался, ну, делать более строгий контрол. И Трамп, наоборот, хочет ослабить контрол. И это… Если я жил бы в Америке, это очень беспокоит. Смотрите, как позиция американца. Мы говорим больше о геополитике, а Джон все-таки, хотя уже живет давно в Беларуси, все равно мыслит категориями американцев. То, что их внутри политики волнует. Огнестрельное оружие, изменение климата. Ну, я честно скажу, я когда перед передачей зашел в гримерку, где все собрались, да, я смотрю так вот всем и так, и думаю, что за дядька из Шабанов сидит, да? А потом, когда заговорил Джон с акцентом, я понял, что это американская. А это вот и есть лицо той Америки, которая реально делает выбор. Но вопрос Жане Романовской. Женщина не победила в Соединенных Штатах. Кстати, похожая ситуация в Молдове была, в Болгарии. Там тоже выходили во вторую. И в Беларуси тоже. В Беларуси тоже, но там немножко другая ситуация. Во второй тур выходили мужчина и женщина. Вы за Клинтон, Жанна, болели? Ну, я считаю, что мы не вправе вмешаться во внутриполитические процессы, какой бы то ни было страны, тем более Соединенных Штатов. И мы не можем влиять на результаты этих выборов. Американцы сделали свой выбор, как посчитали нужным. Я напомню, что Жанна Романовская была претендентом на кандидатство в президенты Беларуси на прошлых выборах. Вы человек с политическими амбициями. Вы заявляли, что хотите стать главой нашей страны. Как вы отнеслись к амбициям той же Хиллари Клинтон? Все-таки вы как женщина, как политик, общественный деятель ей сочувствовали или же наоборот? Ну, я рассматривала это с точки зрения, если рассматривать как женщина, то по природе своей женщина более сострадательны, более склонны спасать и помогать другим людям. Есть, конечно, исключения. Поэтому с этой позиции хотелось бы, чтобы в мире было больше любви, сострадания и сердечной теплоты. И поэтому я считаю, что женщины должны занимать лидирующие позиции. Хиллари Клинтон как-то не ассоциируется с любовью и состраданием. Она против России была. Это, представляете, что бы нам было, если бы она пришла к власти. Я говорю, что есть некоторые исключения. Нет, это не исключение женщины. Хорошо, кто против, кто за. Давайте разберемся. Вот победил Дональд Трамп. С ним связаны какие-то ожидания. Очень противоречивая программа. Очень противоречивая команда. Все-таки чего от него же ожидать? Появится ли некое новое течение политическое трампизм? Он сможет провести ту программу, о которой заявлял? Или все-таки эстаблишмент возьмет свое и его поставят четко в рамки, на рельсы? И он будет проводить ту политику, которую должен проводить президент США? Я думаю, то, почему он победил, то, что он озвучил многие острые вопросы, которые боятся традиционные политики поднимать, не потому, что они слишком толерантны, а потому, что они понимают, что в этом сложном, запутанном мире уже трудно решить вопрос. Скажем, то же самое миграция. Соединенные Штаты – это страна, которая была создана миграцией, в которой проживает многое, в том числе из Латинской Америки. И 11 миллионов, и так далее. Уже 2 миллиона, потом станет 200 миллионов. И, конечно, он будет постепенно отказываться от своей программы, и скорее он будет встраиваться в ту систему. Если он в эту систему не будет встраиваться, его ждет импичмент. Не, но все-таки мне кажется, что надо различить два уровня политики. Внешнюю политику, внутреннюю политику. Сейчас гораздо, например, для Беларуси более важно, что Конгресс и Сенат под руководством республиканцев. Это означает, что они будут в первую очередь диктовать, какой будет внутренняя политика. Но Трамп тоже представляет республиканцев, а республиканцы бывают разные. И здесь по этому по ряду позиций, например, позиция по оружию, которая здесь была затронута, будет совпадать, и, возможно, какие-то изменения. Но, конечно же, любой кандидат в любой стране, он всегда завышает обещание, чтобы потом было куда отступать. Но уже понятно, что миграционная политика будет более жесткой. Уже понятно, что какие-то вопросы внутреннего бюджета будут совсем по-другому распределяться. В пользу конкретных регионов, конкретных проблем. Уже понятно, что будет другая налоговая политика, о чем Трамп говорил. Вот там у вас какая-то девушка сказала, что был цирк. Неправда. Посмотрите, трое дебатов Трамп-Клинтон. Это очень сложная политика. Кстати, о дебатах. Смотрите, что произошло. Вся официальная пресса, самая многотиражная газета не просто Клинтон поддерживали. Я думаю, после этой кампании, когда к нам приедут американцы, будут говорить о свободе слова нас учить, им надо показывать передовицы New York Times, Washington Post, и говорить, где была эта свобода. Больше того, посмотрите, президент выходит Обама и говорит, надо голосовать за Клинтон. Нельзя Трампа пускать. Кроме того, все сказали, что трое дебатов выиграла Клинтон, и она проиграла. Это что, конец традиционных СМИ? Это уже Твиттер, интернет диктует. Трамп использовал в основном Твиттер. Его кампания была в два раза, если не больше, дешевле, чем кампания Клинтона, и он победил. Это крах либеральной демократии в чистом виде. Во-первых. Во-вторых, Клинтон, на самом деле, она решила выиграть на серьезных вещах, на таких, как СМИ, официальные. Но Трамп сделал по-другому. Он захватил социальные сети. То, что читает простой народ, гражданин, и то, что доступно максимально. Вот и все. Но мы всегда забываем. Вот мы сейчас даем оценки, мы говорим, что Трамп будет от чего-то отказываться. Мы забываем об одном. Трамп меньше политик, но больше финансист. Мы всегда говорили, практик, мы всегда говорили, ну, шоумен, все политики шоумены. Мы всегда говорили, что к власти приходили чистые политики, которые будут выстраивать свои отношения, будут соглашаться, будут лоббировать. Трамп – акула бизнеса. Человек, который никогда не проигрывал. И те предвыборные посылы, которые он говорил, он был четко в них уверен. И поэтому сейчас для политики Белого дома шок, как себя будет вести Трамп, и как они уже будут договариваться с ним. Не он с ними, а они с ним. С нами на связи сейчас из Италии известный итальянский журналист, аналитик Джульетта Кеза. Сеньор Кеза, здравствуйте. Рады видеть вас в очередной раз, хоть и при помощи скайпа в нашей программе. Чего ожидать от Трампа? Появится ли трампизм на политической арене мира? Я уверен, что мы находимся в начале большой политической революции. И в Европе, и сейчас тоже в Америке. Это поворот. Абсолютно очевидно. Уже кто-то сказал здесь, что это крак либерализма. Это очевидно. Это крак американской элиты, которая ничего не поняла происходящих событий внутри Соединенных Статов Америки. Они нам давали ложную информацию через те люди, которые сейчас начинают распространяться такое выражение. Проститутки. Проститутки в смысле, что пресса, проститутка. Вспоминаемые революционные времена Ленина и Троцкого. Они своих противников тоже называли политические проститутки. Видите, все по кругу идет. Это же самое. Все газеты, все важные газеты Америки, все важные газеты Европы сказали нам, что госпожа Клинтон находится в опережении, что она выиграет дебаты, что все люди за нее. А как бы это все было фальсифицировано. Хорошо, сеньор Кезе, тогда можно эту историю по-другому повернуть. Это сила демократии. Победил кандидат, на которого не ставили, но за него проголосовал народ, и он стал президентом. Можно сказать много разных вещей. Но одну вещь это что, Дональд Трамп говорил с людьми. Значит, первый раз в Америке уже много, первый раз в истории, выборной истории Америки. Люди, которые никогда раньше не голосовали, потому что это, ну как сказать, требейские слои населения, рабочие, которые никогда не голосовали. Как у нас говорили, молчаливое большинство. Выборная система Америки, надо знать об этом. Нам сказали, что это самая большая демократия. Это было фальшивкое. Это самый ключевой пункт, чтобы простые люди не голосовали. Это были предыдущие президенты, были исходы решений. Да, сеньор Кезе, это мы услышали, но важно теперь еще сказать, что будет дальше. Трамп говорил о том, что он откажется от ряда обязательств в отношении союзников по НАТО, если они не будут платить за это. Означает ли это, что Европа станет более независимой от США в военном плане, в политическом плане? Надеемся. Я надеюсь, что это будет. НАТО уже не нужна. Не нужна, видимо, Трампа, не нужна Европа. Например, надо сломать НАТО. НАТО – это организация, которая подготовит войну для Европы. Поэтому все руководящие элиты Европы, которые ждали от Америки вот это такое протежирование, сейчас находятся в трудном положении, потому что они не свободны были. А сейчас вдруг имеют дело с президентом, который хочет изменить систему отношений между Европой и Америки. Но вы поддерживаете, сеньор Кьеза, его намерения? Я считаю, что вот эта часть его поведения, уже сейчас, не только, как сказать, лозунги предвыборные, он уже сказал и очень сурово относился к Саудовске Аравии. Был такой принцип, который ему писал по Твиттеру, сдадите, но не представляет вашу контактуру, мы вас сделаем таким образом, что вы проиграли. И он ответит, дорогой мой принц, ты хочешь с деньгами твоих родственников диктовать волю Америки. Мы тебе не позволим. Это уже окончательный разрыв между Америкой и Саудовской Аравии. Да, спасибо. Попросим еще, сеньор Кьеза, быть с нами на связи. Павел Потопейко, политический аналитик, но все-таки очень многое зависит от команды. Трамп это одно, но там есть Ньют Гингридж, там есть Джулиани, там есть другие люди, которые идут вместе с ним. А там взгляды порой отличаются от взглядов Трампа в том числе, или же нет? Совершенно верно. Дело в том, что короля играет свита. Команда это еще таинственно. Но глава администрации, ближайший политический советник определены. Это ключевые люди. Это такие классические республиканские консерваторы. Да, да, да. Но тем не менее, мы говорили, скажем, вы сказали, что Трамп совершенно неожиданно взорвал повестку дня. Нет. Он ведь говорит, по сути дела, вещи, которые говорили республиканцы давно. Скажем, да, там, pipe from Canada, вот это нефтепровод, который ведет из Арктики. Трамп за него. Там, например, с оружием вопрос. Трамп говорил, как все республиканцы. То есть это предельный прагматизм, по сути дела. Фактически, да. Он не нарушал там ничего. Просто дело в том, что лично его не усиливали. Что-то нам нравится, что-то нет. Надо вспомнить, что я хочу сказать, вот будут так, как изменится, будет революция, крах уже говорят. Но я хочу напомнить, что 8 лет назад, когда избрали Обаму, вот я слышал те же самые слова. Это революция. Впервые голосовала тогда молодежь, которую Обама вывел через соцсети. Что все теперь изменится. Была, напомню, перезагрузка с Россией, да, тут все... Нобелевскую премию дали. Нобелевскую премию. А в итоге Обама вверх такой новый этап холодной войны, что все ужасается. И оборачиваемся назад, и видим, что сделано и во внешней политике изменения очень маленькие. И тут будет точно так же. Во-первых, потому что какой бы ни был президент, он будет защищать интересы не Европы, не Саудовской Аравии, а США. Спросим Джона Росмана. Так что получается, президент США, это просто марионетка? Какой бы программой он ни шел, все равно вот эти элиты, эстаблишмент, крупный бизнес, Вашингтонский, Олимп политический, они его направляют и руководят так, как им надо. Мне кажется, насчет внешней связи, что он очень четко определяет курс. И это может быть самый положительный момент в том, что он будет президентом, что он будет изоляционистом. И мне кажется, это абсолютно правильный и, наверное, самый, если можно найти... То есть в мире станет меньше Америки, Вы считаете? То есть начнется новая доктрина Монро только, доктрина Трампа уже, когда Европа пускай занимается своими делами, а мы займемся своими. Это невозможно. Это просто, знаете, вот рассуждать, я не знаю, это мечты, может быть, неоконсерваторов, но на самом деле это невозможно. Америка слишком много вложила в Европу, она слишком связана с ней финансово, военно. Тут говорили о разрушении НАТО, это просто конец НАТО, это конец Америки в мире. Это надо просто понимать. Никто никогда в жизни это не позволит. Ни военное лобби внутри Америки, ни в целом элита. Платите, платите. Говорят, чтобы Европа платила больше. Все равно для Америки дешевле. Любая страна, которая претендует на геополитическое лидерство, всегда платит за него. Всегда. Никогда это не бывает бесплатно. И Америка будет продолжать платить. Потому что в итоге, если она потеряет лидерство в геополитике, она потеряет его и в экономике, и она обонкруется. Америка хочет высказаться на тему платить. Хочу немножко сапонировать, Андрей. Дело в том, что представьте, сейчас Трамп, в конце концов, он же шел на выборы под лозунгом того, что американский налогоплательщик вложил деньги в абсолютно беспардонное разбазаривание. Вы не представляете, какой грандиозный долг внешне у Соединенных Штатов Америки. Если просто взять... Триллионы там, что ли? Невероятно. Вот смотрите, кто-то сделал хороший анализ. Вот семья получает 22 тысячи долларов. У нее расходов на 38 тысяч долларов и на банковской карточке 146 тысяч долларов долга. Это нормально? Так вот сейчас Трамп вполне может сделать очень такую веселую вещь. Какую? Он может затребовать у всевозможных оппозиций в разных странах Ближнего Востока и Европы, и Восточной Европы вернуть деньги. То есть и Белоруссии? В том числе и Белоруссии. Наша оппозиция радикальная, значит, должна вернуть деньги, которые были миндарны. Но Андрей Дмитриев говорит, нет, пусть платят по-прежнему. Андрей Дмитриев, я имею в виду про другое. Я говорю про диких оппозиционеров. Они должны вернуть деньги. То есть Андрей Дмитриев это не дикий оппозиционер, а есть дикие. Это меняем. Есть дикие. Совершенно дикие вандалы. Это интересная новая, кстати, такая классификация. Ну и на Украину. Там дикари. Понятно. Вернуть деньги обратно. Интересная мысль. Но вот такое предложение вернуть деньги в США. Вы знаете, мне напоминает анекдот, когда сидит ворона, держит в клюве сыр, леса пробегает мимо. Ворона, ворона, ты голосовала за Трампа? Да нет. Сыр выпал, та убежала. Сидит, сидит ворона и думает. Если бы я сказала да, то бы изменилось. Хорошая, хорошая тема. Евгений Олейник, газета «Аргументы и факты в Беларуси». Тут вот наш уважаемый эксперт говорил по поводу НАТО. Очень здорово. Трамп напомнил нам всем, что НАТО, когда она создавалась в 1949 году, создавалось бороться с Советским Союзом, с Советским влиянием. И уже давно НАТО как бы уже нет смысла в его существовании. Мы знаем, что Столтенберг уже обратился к Трампу с предложением, не забывайте, пожалуйста, о том, что у нас есть НАТО, что его нужно поддерживать. Но я бы тоже предложил не идеализировать Трамп, потому что он республиканец. Они традиционно всегда были очень жесткие во внешней политике. Поэтому я совершенно уверен, что Америка не уйдет из Европы, она не уйдет из НАТО. Но, возможно, ослабит влияние. Это было бы уже хорошо. Синьор Кьеза с нами на связи. Сейчас продолжим. Хочу спросить все-таки у Джульетта, человека из Европы. Посмотрите, а как отреагировали европейские лидеры на заявление Трампа о том, что надо платить? Вроде бы должны обрадоваться кто-то, что больше станет самостоятельной Европа, будет меньше иностранного влияния. Но они испугались. Собираются на закрытые трапезы, обсуждают, как делать, как быть самостоятельными, если США уменьшат свое влияние. Почему так? Они все руководители Европы, имею в виду из Брукселла, все в шоке. Потому что Трамп это другой человек. Он не говорит их языком. Он говорит по-другому. Америка будет смотреть на свои проблемы. Значит, что отношения, во-первых, между Америкой и Россией будут меняться. Я уверен на 100%. Посмотрим другие. Но если говорить конкретно, самая большая опасность была в программе госпожа Клинтон увеличение напряжения против России. Вот. Трамп сделать это не будет. Это очевидно. Поэтому я считаю, что это было положительным. Начинается новая эфика, где можно разговаривать по-человечески, скажем так. Не продолжать линию, как сказать, агрессивную. Напряженности. Да, услышали, Джульетта Кеза. Спасибо, сеньор Кеза. Времени так много. Хочу еще. Я думаю, что вот когда мы говорим про НАТО, главное влияние, которое может быть у Трампа на НАТО, не разрушать его. Они будут его усилять. НАТО уже давно не военный союз. Это, в первую очередь, политический союз. Но что он может изменить? НАТО может снова вернуться к концепции нормального взаимодействия ради мира. И это сегодня самое главное. Потому что, я думаю, что все в Беларуси, все в нашем регионе смотрят на то, как противостоят сегодня Россия и Запад. И думают, господи, что бы по нам не попало. Поэтому нам нужно, чтобы они договорились наконец. И мы могли жить нормально. Обсудим в следующей части. Хочу все-таки у Жанны Романовской еще спросить. Вот вы, посмотрев, как все-таки женщины в одних странах проигрывают, в других, еще раз говорю, Болгария, Молдова, Соединенные Штаты, буквально там за неделю женщины проиграли кандидатам мужчинам. Как вы считаете, действительно общество еще не готово массово, чтобы женщина стала лидером страны? Это все-таки отдельное исключение? Я считаю, что все-таки женщины должны занимать более активную позицию, играть активную роль, занимать высокопоставленные должности с тем, чтобы в нашем общем доме, в мире существовала любовь. То есть гарант мира и согласия любви это не НАТО, как считает Андрей Дмитриев, а это все-таки женщина, считает Жанна Романовской. Вы к следующим выборам готовитесь в Беларуси? Будете баллотироваться? Ну посмотрите, Жанночка, мне вы нравитесь, как женщина, все прекрасно, но вы пришли, вам слово мужики даже не дали сказать, а вы говорите про мировую политику. Женщина должна быть жестче в политике, почти как Хилари Клинтон, правда это ей не сильно помогло. Вячеслав Бондаренко, результаты голосования в этой части программы. Я хочу отметить, что с большим интересом наши зрители слушали Джульетта Кьезу, выдающегося итальянского политика, я не побоюсь этого слова, он действительно высококласс, хай-класса политик и политолог. 73 зрители из 100 отдали ему свои голоса и Андрея Дмитриева поддержали 72 из 100 наших зрителей, когда он говорил о том, что курс внешнеполитический, внутреннеполитический будет сохранен с корректировками минимальными. Это так-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ, мы продолжаем обсуждать ход и итоги президентских выборов США, естественно и наши телефоны голосования с этим связаны. Сегодня мы спрашиваем у вас, как вы восприняли победу Дональда Трампа, воодушевленно или же настороженно? Телефоны на ваших экранах, пожалуйста, голосуйте, нам важно мнение каждого. Ну, а накануне наши корреспонденты задавали людям на улицах белорусских городов вопрос в лоб. Вы за кого были? За Трампа или за Клинтон? Давайте посмотрим, каковы были ответы. Я как бы не приверженец ни одной стороны, ни другой. За Клинтон. И я вам скажу почему. У нее просто очень большой опыт политической работы. За Трампа. Он веселее. Личность Трампа колоритная. Похожа на соседние страны Жириновского, поэтому было интересно. Скорее за него были, чем за нее. За Дональда Трампа, потому что он, я думаю, что, ну, точнее, он бизнесмен, и он умеет управлять. Когда мужчина правит страны тогда, когда понадежнее. Он бизнесмен, что-то будет новое, интересное. Мы мало чего знаем о них обоих, потому что мы живем здесь, а американцы все-таки лучше знают. Хиллари, во-первых, обвиняют во всех грехах. Я понимаю, политика такая же, как у Обамы. Я считаю, что должно быть что-то новое в мире. Трамп прикольный. Выбор небольшой. У него мимика классная. Нам как-то оба не нравятся. Наверное, мужчина все-таки больше им понравится. У него больше опыта в управленческих вопросах. Ну что ж, вот так веселый, прикольный бизнесмен. Ему отдают предпочтение, но, в принципе, знают мало. Надеемся, что сегодня наши телезрители после нашей программы узнают о новом президенте США и его программе гораздо больше. Мы приглашаем в студию Вадима Елфимова и Дениса Мельянцова. И поговорим в этой части программы, собственно, чего Беларуси, нашему региону в целом ожидать отновь избранного президента США. Что поменяется или останется прежним? Да, и я вот тоже подумал, что мы как-то увлеклись обсуждением нового президента. Забыли, что старый, в общем-то, в должности до 20 января 2017 года. Я думаю, что очень симпатичным жестом с его стороны было бы восстановление отношений на уровне послов между нашими странами. Обама все-таки это такая уже леймдак, то есть хромая утка, как это называется в американской традиции. Хромая из хрома. Да, то есть он уже не может принимать таких решений. И даже больше сейчас очень интересная такая ситуация, когда сам Обама вынужден разгонять протесты своих же сторонников, которые протестуют против избрания Трампа. Кстати, это интересная тема. Массово вышли противники Дональда Трампа. Такого давно, наверное, в Америке не было, чтобы после выборов президента были протестные акции. Некоторые говорят, что это самый непопулярный из победивших президентов. Вы помните, когда Обама победил, была такая эйфория даже в Европе. Ему на радостях Нобелевскую премию дали. Так как заканчивает Обама, Вадим Илфимов? Ну, про Обаму стоит забыть. Это раз. Во-вторых, он уже не может сегодня принимать решений. Потому что сегодня Дональду Трампу уже докладывает и разведка, и Пентагон, и все решения, которые сегодня принимает Обама, он должен согласовываться с новым президентом. Это раз. Во-вторых, действительно, я хотел бы сказать, что победа Трампа была предсказуемой. Я, в частности, предсказывал еще за год, как только выдвинул Трамп свою кандидатуру. Почему я, собственно говоря, предполагал, что Трамп победит? Это вполне предсказуемо было. По одной простой причине. Есть там тактические, стратегические и более глубинные причины. Во-первых, это человек не вне системы. Это человек выдвинутой системой, как вы правильно сказали, Вадим, только в нужный момент, в нужное время. Тактическая необходимость прихода Трампа в президентский, в авальный кабинет. Две опасности. Это терроризм. Исламский терроризм. С которым демократы, либералы справиться не только не могут, но они его еще туда пригласили. Они еще бензина подлили. И подбрасывают туда деньжат. Поэтому терроризм это такая опасность, которую, извините меня, это не некие там блоковые взаимоотношения. Просто отразить будет просто невозможно, если его не задавить в зародыши. Это то, что сегодня делает Россия в Сирии. Вторая потребность прихода Трампа в авальный кабинет, это те экономические проблемы, которые накопились, и которые никак не решались демократической правящей элитой. Ну, впрочем, так говорят, я бы сказал так, что, наверное, начиная с Джимми Картера, да, в Соединенных Штан Америки правили марионетки. Несерьезные политики. Это были и демократы, это были и республиканцы. И в этом смысле вот эти марионетки, они сегодня должны были просто уйти. Должен был прийти человек, кризисный менеджер. Серьезный. Серьезный. Прикольный, как говорят наши. Прикольный, это все мелочи. Это просто необходимость как-то его пиар оформить, не более того. Он очень серьезный человек. Более того, ему 70 лет. Он пришел делать историю. И он пришел изменять ситуацию. Вот посмотрим, как оно будет изменять. Да, Альчислав. Как в свое время Рузвельт в 30-е годы пришел спасать Америки. Да, я не хотел таких параллелей, но в принципе он уже как Рузвельт частично повторил его программу. Помните? Дороги, босты. Кстати, Рузвельт установил дипломатические отношения с Советскими Союзами тогда. Я думаю, что с Белоруссией Трамп установит дипломатические отношения. Вот будем говорить о нашем регионе, но для нас важна и позиция нашего главного союзника Российской Федерации. С нами на связи профессором ГИМО Елена Пономарева, известный политический аналитик. Елена Георгиевна, рада вас видеть у нас. Добрый день. Хотя и по скайпу. Ну что, Россию можно поздравлять. Все говорили про российский кандидат. Водушевленно так восприняли в России победу Трампа. Вы знаете, я 9 числа как раз была в МИДе Российской Федерации. Встречалась с высокопоставленным чиновником. Что он мне сказал при встрече? Ну мы, конечно, выпили сразу, как узнали о победе Трампа. Но важный момент, что выпили не столько за победу Трампа, сколько за поражение команды Клинтон. Дело в том, что очень многие вещи, которые сейчас говорили в студии, совершенно правильно были отмечены. Что личность играет колоссальную роль, но не определяющую. Ведь ни одна личность не может сделать ничего, если нет за ней команды. И нет соответственных структур, которые бы поддерживали эту личность. Так вот, смотря на победу Трампа и его команды, можно сделать однозначный вывод, что сегодня происходит изменение всей политической глобальной системы. Начиная от Брексита и заканчивая последними победами, правда, представительные фигуры, я имею ввиду президента в Болгарии и в Молдове. Но это тоже все звенья одной цепи. Хорошо, но вот все-таки в России чего ожидать? Довольно благожелательно Трамп отзывался и о России, и лично о Владимире Путине. Это только риторика или она воплотится в жизнь? Вы знаете, что-то воплотится. Главное, что мы отошли действительно от обрыва пропасти, потому что та команда, которая бы стояла за Клинтон, она бы ввела действительно мир к катастрофе, к очень жесткому конфронтационному противостоянию. С Трампом мы немножко отошли вот от этого обрыва глобального, но никаких иллюзий, никакой эйфории относительно его, так скажем, программы не должно быть. Более того, когда кандидат в президент идет, у него одна риторика, а когда это уже президент... Это другое, да. Есть вопрос у моего коллеги Вячеслава Бондаренко. Елена Георгиевна, вот вы сказали, что избрание Трампа, избрание новых глав стран Болгарии и Молдове – это звенья одной цепи. Как вы думаете, вот этот новый тренд, он как-то будет обозначаться еще дальше в европейской политике, в мировой, или все-таки Владимиру Владимировичу Путину с этим как-то ввезет? Нет, вы знаете, тренд наметился ведь уже давно, потому что те изменения, которые происходят в экономике, в социальной сфере, в Европе, на постсоветском пространстве, в Соединенных Штатах – это убийство фактически среднего класса, это разрушение промышленности, в чем и интересна была программа Трампа. Это доминирование так называемых банкстеров, которые связаны прежде всего с финансовым сектором, и которые не заинтересованы в создании возможностей равных для всех, о чем, в частности, российский президент постоянно говорит, и президент Беларуси, что мы выступаем за мир, где существуют равные возможности, а не возможности одного грабить, что называется, всех. Я продолжаю мысль Елены Пономаревой, хочу спросить у нашей студии, многие отмечают схожесть позиций, даже какие-то симпатии Путин, Лукашенко, Трамп, возникнет новая ось, Москва, Минск, Вашингтон? Я хотел сказать, что, во-первых, везучий не только Путин, но и везучий и Лукашенко, а когда фортовый лидер, это очень хорошо для страны. Нам повезло вообще всем, я, Беларуси, поздравляю с победой Трампа, потому что если выражаться в сказочных терминах, то шапокляк не добралась до ядерной кнопки, ура! А победил крокодил Елен. Вопрос, кто в этой ситуации Чебураш? С республиканцами, вот традиционно республиканцы гораздо более сложные в переговорах во внешней политике. У них всегда есть четкие два приоритета, это безопасность и права человека. Они всегда на этом делали ставку, демократы всегда были более склонны забывать правила. Давайте конкретно, вот Денис Милинсов, чего нам ожидать в отношении Беларуси, глобальная инфраструктура, геополитика. Вот Беларусь, а белорусские оппозиции будут давать меньше денег, у нас откроется посольство, пойдут американские инвестиции, приедут туристы, что? Или ничего этого не будет, Денис? Давайте помнить, что все-таки Трамп это не до конца республиканец. Это человек новый, которого в том числе не поддерживают многие в республиканской партии. Это человек, который пришел на волне реализма. То есть он реалист. Он немножко отойдет, скорее всего, от этой идеологизированной линии в международной политике, что, в общем-то, хорошо для договороспособности в рамках мировой системы. И идеологизированы как демократы всегда были, да. Ну, вот Андрей Дмитриев, в общем-то, правильно сказал, что во внешней политике республиканцы обычно отстаивают права человека. Но сейчас, я думаю, что не тот случай. Я готов поспорить, секундочку. Права человека — это фишка демократов. Их вспоминают всегда, когда надо вспомнить. Это раз. Во-вторых, с республиканцами, вот мы, казалось бы, как бы противовесы всегда были. Даже во времена Советской Союз, мы всегда лучше договорились с республиканцами, чем с демократами. Ну, Вадим, вы хороший вопрос задали, да. Что будет там про туризм, инвестиции для белорусской и так далее. Деньги для белорусской оппозиции. Я хочу сказать, первое, посол вернется, это 100%. Но инвестиции, инвестиции, туризм, ребята, зависят не от демократов и республиканцев, а от власти. От нас, белорусов, здесь. Создадим инвестиционный климат. Это да. Ну вот я не могу не обратиться к Евгению Крыжановскому, когда мы говорим в соответствии идеологии реальной политики. Вот у вас партия называется либерально-демократическая. Но в реальности вы далеки от либерализма. То есть вот это несоответствие идеологии и практики, это естественно для партии? Ну, вы знаете, нет. Это все естественно, потому что все правильно сказано, меняется и мир, и взгляд, и все совсем по-другому идет. Я просто вернусь к тому, что американские выборы, конечно, отличаются от наших выборов. В корне и в принципе мы можем их признать даже нелегитимными. Потому что у них были такие нарушения, первое нарушение, самое страшное, у них не было буфета. Значит, полностью потерпел крах подход системный, который пропагандировали столько лет всевозможные учебы. Мы про это говорили, Павел. Я все-таки хочу понять, что для нас, вот для Беларуси, что нам ждать от этого загадочного человека с удивительной прической, прикольного бизнесмена, о котором говорили наши президенты. Пока только скажу, что Андрей Дмитриев единственный, кто сказал, приедет посол, возможно, дадут денег, если я правильно говорю. Денег не дадут. А Трампа надо работать через зятя, надо искать лобби, усиливать. Трамп бизнесмен. А лобби-то это денежки, где мы их возьмем? Нормально пользоваться ностальгией и так далее. Он будет очень прагматично смотреть, на что тратить деньги. Если мы говорим об улучшении отношений, мы должны понимать, у нас тоже должно быть предложение, что мы предлагаем. Если говорить про геополитику, то мы должны понимать о том, что мы сейчас пошли какие-то такие тяжкие и немножко ушли в юмор. Но вообще мировая политика пребывает в ступоре. Если мы посмотрим, то генеральный секретарь НАТО перенес свою весеннюю сессию на лето. Повестка дня вообще полетела в тартарары, никто не знает. Она полетела у него либеральной элиты и Европы, и Соединенных Штатов Америки. Обязательства, данные своим друзьям, европейцам, после Второй мировой войны для американской политики не являются как таковыми обязательными. Вот и все. И сейчас вообще политики мира, они пребывают в шоке, потому что они понимают, что предвыборная программа есть предвыборная программа. И там, конечно, есть своя доля популизма. Но это приходит президент, который говорит про эти вещи. Я готов согласиться. В шоке вся элита находится по одной причине. У них сменился начальник, тот начальник, которого они ругали. Лидер западного мира. Да. Начальника ругали, они его не хотели, вдруг он стал начальником. Что делать, будем увольняться. Ну, кстати, Денис, может быть действительно, смотрите, один из политиков мировых, который ничего плохого о Трампе не говорил, даже наоборот, это был Александр Лукашенко. Будет ли это замечено американским истаблишментами или теми людьми, которые отвечают за наш регион? Это будет замечено в той мере, в которой идут переговоры по послу, например. И сейчас у нас наметилась очень такая хорошая позитивная динамика со штатами. И вполне возможно, это будет также учтено, когда будет вынесено решение об отмене, либо о пересмотре вот этого демократического акта, по которому введены санкции против Беларуси. Но тут опять-таки не нужно сильно обольщаться, потому что Беларусь не находится в повестке дня Соединенных Штатов, даже близко в какой-то там верхней. А может и хорошо, там кто находится у них в повестке дня, так плохо заканчивается для них иногда. А я вот думаю, что Белорусский МИД должен воспользоваться тем, что скорее всего Трамп прилетит в Москву, я уверен, что такой же шаг он должен сделать, и воспользоваться этим, и сделать так, чтобы первым к нам приехал не посол Америки, а новый президент Соединенных Штатов Америки. Вот это было бы очень хорошо. Сюда, где были мирные переговоры, где были мирные переговоры, это было бы очень здорово. Значит, Трамп ни в коем случае не прилетит в Москву. Встречаться они будут с Путиным на нейтральной территории, чтобы уравнять шансы. В Гаване. Да, где они, неважно где. Второе. Действительно, нам хорошо можно вдохнуть, что мы не на первом месте в этом списке повестки дня для Трампа. Допрестия Дональда Трампа. Вот в этом и наше везение, потому что у Хиллари мы были бы где-нибудь на третьем-десятом месте. И третье, что я хотел бы сказать. Дональд Трамп сейчас отражает вот новую тенденцию в Соединенных Штатов Америка, сосредотачивается. В каком-то смысле горчаковский лозунг наоборот. Они возвращаются к концепции изоляционизма. Сегодня все сядут, говорится, на то самое место, чего они стоили. И в том числе это предложено и европейцам. Если Беларусь предлагала хорошую повестку дня, то это тоже будет замечено. Вот реалистичная белорусская политика, она будет... Понятно, да, услышали. Евгений Олейник, аргументы и факты в Беларуси. Знаете, я вот сейчас подумал, вот если бы я собрался покупать машину, я бы сначала спросил у своего знакомого, а где вот можно купить. Если Трамп, Америка, с Россией затеет сейчас нормальную перезагрузку, реальную, то Трамп спросит, а где мы могли бы провести такую встречу. И естественно, в Европе это Беларусь, потому что на фоне ситуации с Украиной. И в общем-то сейчас Беларусь, наверное, просто нужно как-то себя ярко заявить. Надо вас пользоваться, я же говорил. Показать, что вот давайте, ребята, пожалуйста, вот Минск, все условия готовы. Вот в конкретное предложение мы вносим наш вклад в развитие внешней политики. Елена Пономарева с нами на связи еще. Важный вопрос. Елена Георгиевна, как вам Минск как возможная площадка для встречи Трампа и Путина? Блестяще. Кто высказал эту идею, это просто замечательная идея. Тем более, колоссальный опыт уже накоплен. Правда, там, скажем, не всех могут удовлетворять результаты Минских соглашений. Но как площадка встречи, обмены позициями, именно там, скажем, площадка рукопожатия, это чрезвычайно важный. Еще вопрос. Времени не так много, Елена Георгиевна. Все-таки вот здесь говорили о возможной разрядке. Случится этот новый детант в мировой политике? Сойдутся ли Россия и США? Найдут ли какие-то точки для компромиссов? Мы на это надеемся. И в российском МИДе прекрасно знают, что более сложных переговорщиков, чем представители демократической партии, сложно было найти. Поэтому есть надежда, что вот именно представитель республиканской партии, лично Трамп, поспособствует налаживанию отношений. Но Гингрич это не Керри, это человек такой жестких идеологических убеждений. Совершенно верно. Но лучше договариваться с людьми жестких позиций, чем с теми, которые... То есть лучше дружить жестким Гингричем, чем враждовать мягким Керри. Отлично, спасибо Елене Пономаревне. Ньют Гингрич уже отказался от должности госсекретаря. Вот так, уже другой будет. Так что кто будет, еще неизвестно. Может можно МакКристалл еще когда-нибудь будет? Ну я вам скажу, что Кристи, значит, губернатор Нью-Джерси, уже с лета сидит в Вашингтоне, готовит команду. И если учесть стиль Трампа, да, вот как он на молчаливом голосовании победил, то так же молчаливо он и представит команду. Сейчас гадать о том, кто будет что занимать, совершенно бессмысленное дело. Но у него есть достаточно, говорится, категория лиц, где он может выбирать. Он всегда опирается на 4-5 человек, которых он доверяет. Сейчас вернемся, послушайте, ну кто там, кто там, где будет на каком посту для Беларуси, поверьте мне, не будет принципиально. Не будет как раз таки принципиально. А вдруг у него как всегда корни белорусские найдутся. Они уже нашлись у этого. Вдруг он откуда-то из Мотеля, Сосмилович. В семье Трампа уже есть. Но все-таки для Беларуси принципиально сейчас быть очень успешной и стабильной страной региона. Чтобы представлять интерес, как страна, в которую и можно вкладывать деньги, и с которой можно развивать отношения. Все быстро развернулось за сильную, процветающую Беларусь, за сильную, процветающую Америку. Вячеслав, как реагировала публика здесь? Если вернуться к родственным связям, я представляю, как сейчас в Словении обсуждают победу Трампа. А, да, да. Там праздник. Спасибо огромное, уважаемым экспертам, за дискуссию. Наши зрители были настолько зачарованы, что, по-моему, на какой-то момент просто отключились и перестали даже за вас голосовать. Они просто молча вас слушали. Да, Вадим Елфимов, с вами были все абсолютно согласны, когда вы сказали, что Трамп это человек системы. Его приход был необходим, закономерен и реалистичная наша политика будет замечена и оценена. Ну что ж, завершается наше телефонное голосование. Напоминаю, сегодня мы спрашивали у вас, как вы восприняли победу Дональда Трампа. Водушевленно или же настороженно? Результаты голосования на ваших экранах. Спасибо за вашу активность. Нам действительно важно мнение каждого. А сегодня я не буду делать никаких выводов. Как мы сказали, мировая политика очень непредсказуема, и победа Дональда Трампа это доказала. А в финале мы вам напомним под красивую американскую мелодию ключевые моменты прошедшей избирательной кампании. Внимание на экран, это ток-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ. О, beautiful for spacious skies, for amber waves, for purple mountains, majesty above the fruited plain. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok